Здравствуйте! Это программа «В фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. Что-то душновато. Солнце еще лупит вовсю. Жарище. Домой пойти, что ли? Хотя рано еще. Рано, потому что законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары пока еще только внесен в Госдуму. С такой заботливой инициативой, как пишет РИА Новости, выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, который при этом обращает внимание на то, что определенные параметры уже установлены Роспотребнадзором. Но всегда есть но. Цитата вице-спикера. В чем суть? Предложение Роспотребнадзора носит лишь рекомендательный характер. Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными. Изменения предполагается внести в статью 92 Трудового кодекса Российской Федерации. Они направлены на защиту работника от воздействия повышенных температур и сохранения благоприятных условий труда. Цитата из пояснительной записки к законопроекту. В соответствии с ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. При этом в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. И есть нормы, и нет норм. Неудивительно, что кто-то что-то не выполняет. Может, просто не разобрался еще. В то же время в документах к законопроекту, о котором мы вам сейчас рассказываем, написано, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день при температуре воздуха 28,5 градусов на 1 час, при температуре от 29 градусов на 2 часа, а если на термометре 30,5 градусов и выше, на 4 часа. Предполагается, что сами работники смогут потребовать сократить рабочий день на таких условиях. Уже не просить, а требовать? Правда, у некоторых экспертов есть сомнения в данной инициативе, и они считают, что такие тонкости должны регулироваться работодателем. Они же приводят еще один контраргумент. Если человек работает в офисе, то каким образом на него влияет 30-ти градусная жара на улице, если в офисе хороший кондиционеры и вентиляция? Ну, кто-то, может быть, специально будет их выключать и окна открывать, чтобы жару впустить, а себя с работы отпустить. Еще до наступления жаркого лета, а его обещали действительно жарким, в России активно раскупались кондиционеры. И это, в принципе, неудивительно. Удивительно то, что их продажи превысили реализацию вентиляторов в 2-4 раза, хотя те стоят гораздо дешевле. Эксперты отмечают, что такое происходит впервые. Как пишет коммерсант, ссылаясь на данные ритейлеров, объем продаж кондиционеров России с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 72% до 445 тысяч устройств. В денежном выражении этот показатель увеличился на 83% до 11 миллиардов рублей. И эта техника требует обслуживания, иначе просто будет висеть как декор. Сомнительный такой декор. По данным авитоуслуг, в мае на их площадке на 42% в годовом выражении увеличился спрос на обслуживание и ремонт кондиционеров. В профи.ру также отмечают рост спроса на услугу на 24% с января по май 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это тем, что многие производители с рынка ушли, а с ними и официальные сервисы. А кому-то все это нужно чинить. Вот и обращаются граждане к частникам. А что касается повышенного роста продаж кондиционеров в сравнении с вентиляторами, то представители рынка считают, что вентиляторы это товар стихийного спроса. Его реализация растет, когда повышается температура воздуха. Значит, еще могут нагнать. Это была программа «Фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно.